Музыка Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Сегодня в Шамкирии на супертурнире, посвященном памяти Вугара Гашимова, игрались в партии шестого тура. Это был первый тур второго круга. Ну а вчера гроссмейстеры отдыхали. И о том, как они провели свой выходной день, в своем репортаже расскажет Марина Макарычева. Выходной от игры день начался для участников супертурнира в памяти Вугара Гашимова намного раньше, чем обычно. Уже в полдень Тимур Аджабов, Шахриар Митьяров и Сергей Кайрякин в молодежном центре интеллектуальных игр дали сеанс одновременной игры сильнейшим маленьким шахматистом Шамкиры. И хотя каждому сеансеру досталось проверять на прочность всего по 5-6 малышей, однако для маститых гроссмейстеров игра с ребятишками не стала легкой прогулкой. Словно продолжая традицию азербайджанской шахматной школы, юные шахматисты играли весьма изобретательно и очень агрессивно. К тому же каждый из них мечтал не просто свести свою партию в ничью, а непременно обыграть именитого соперника. Талантливые дети с тобой? Да, 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 да. Дети действительно очень талантливые. И это очень радует, что здесь такой прекрасный шахматный клуб, который способствует шахматному развитию для детей. Ну и я, в принципе, считаю, что и нам в Москве нужно, чтобы было побольше клубов, где бы дети могли совершенствоваться, как здесь. Маму и папу и ребятишек внимательно следят за игрой. Наверняка им хочется помочь своим детям ходом и советом. Однако мало того, что подсказывает, в шахматах категорически запрещено, запрещено даже в сеансах. Но к тому же старшие по возрасту прекрасно понимают, что в шахматах их дети разбираются лучше. В кругу родителей радовался, глядя на малышей и судья турнира, первый тренер многих известных красмейстеров Намик Измайлов. Намик когда-то и сам очень успешно выступал на турнирах по тяжелой атлетике. Однако тихие и спокойные на вид шахматные состязания представляются ему гораздо более тяжелыми, нежели даже самая тяжелая атлетика. Такого же мнения придерживается и отец Шахрияра Мамитьярова, который некогда сам был тяжелоатлетом. Какой вид спорта сложнее? Борьба или шахматы? Как вы думаете? Конечно, шахмат. А проигрывать? Здесь борьба просто физически, больно проигрывать? А здесь, здесь больнее надо еще? Да, это разные. Борьба это физическая, а шахматы это умная, интеллигентная. Поэтому я думаю, что даже заниматься шахматом лучше, чем борьба. Шах, вы когда-то сказали, что проиграв партию, что лучше бы заняться борьбой, вы полагаете, что это слишком больно проигрывать? Иногда бывает, что, например, мой соперник играл 7 часов и поиграл партию. Это, на самом деле, иногда бывает очень неприятно. Сколько часов играть, бороться, и играть вроде бы в хорошей партии, и поиграть. А я в этом сказал, что в боксе, например, в ринге 10 минут, и поиграл сразу. А 7 часов в шахматы играть, и поиграть, я не могу представить, что в какой-нибудь виде спорта тяжелее, чем вот играть 7 часов и поиграть в партию. Я в этом, в смысле, сказал. Сеанс длился недолго. Много партий завершилось ничью. После чего наступило время для автографов и снимков на память за гроссмейстерами. Кстати, едва ли не впервые в жизни я увидела, как один из мальчуганов отказался от предложенной ему сеансерам ничьей. Сегодня мальчик отказался от ничьей с вами? Он, я первый раз вот так. Он хотел отказать, но потом понял, что если откажет, он получит мат очень быстро. И решил согласиться. Здесь дети играли хорошо, но это же совсем новый, так скажем, шахматный центр. И шахматисты пока еще только сейчас начали заниматься. Я думаю, у них есть перспективный, потому что вы видите, какой внимания. Это очень важно, что они чувствуют такое внимание. И я думаю, что это в будущем скажется. А в это время во дворце молодежного центра мастера по дереву выпиливали для ребятишек большие памятные деревянные фигуры. Скажите, что вы хотите делать деревянными фигурками, которые сейчас изготавляют мастера? Да, очень хороший вопрос. Это в рамках самого турнира организационным комитетом была предусмотрена вот такая мини-программа по вырезке фигур, шахматных фигур из дерева, которую мы планируем, получив подписи гроссмейстеров, участников данного турнира подарить шахматной школе в Шамкире. Я считаю, что этот турнир и вот такого рода подарки позволят запечатлеть данный турнир как в социальной жизни города, так и послужат хорошим поводом для мотивации молодых шахматистов. Так как вы знаете, в Шамкире была сильная шахматная школа, отсюда выходили хорошие чемпионы страны. И это мероприятие, и вот такого рода события, я абсолютно уверен, послужат большим толчком для нового этапа в развитии шахмат в Шамкире. По окончании сеанса одновременной игры организаторы турнира пригласили нас в огромную оранжерею, где мы увидели, действительно, увидели миллион, миллион алых, голубых и белоснежно-зелёных роз. Оказывается, розы, почти как и все мы, могут расстраиваться и даже подвержены стрессу. А потому за ними очень надо бережно ухаживать. Миллионы цветов, вызывающих улыбку и поднимающих настроение. Организаторы турнира словно специально подготовили такой предсвадебный бенефис для Сергея Карякина и его невесты Гали. Красные розы, белые с зеленоватым отлил, с невероятным ароматом и просто запахом свежести. Ну и совсем экзотические, зелёные, синие и абсолютно непонятных цветов. Всё лучшее для прекрасной невесты. А сразу же после посещения оранжереи, так сказать, на десерт, началось большое футбольное сражение. Футбол и шахматы. Несколько лет назад Владимир Никитич Маслаченко предлагал нам сделать совместную футбольно-шахматную программу. Тогда казалось, что жизнь бесконечна. И переступить к удивительному проекту можно будет попозже, когда появится больше свободного времени. Увы, теперь это попозже уже не наступит никогда. Итак, на турнире, по мнению футболу, принимают участие сразу четыре команды. Сборная шахматистов мира ЧЕС, возглавляемая Магнусом Карсоном, шахматная сборная Азербайджана, капитан команды Шахриер Мамедьяров, главный форвард, главный судья турниров Пайк Касанов, сборная пишущих журналистов и почти профессиональная команда Синерджи Групп в главе с председателем наблюдательного совета Риядом Гусейнова. Небольшая разминка, после которой всеобщее внимание обращается к чемпиону мира Магнусу Карсона. Наставление капитанов и пристартовые приветствия команды. Судья на линии проводят жеребьевку ворот и первого хода, простите, удара по мячу. На старте мемориала Гашимова белыми фигурами руководил Магнус Карсен и чемпион мира одержал очень важную победу над шахом. Сегодня первый удар по мячу делает известнейший азербайджанский форвард Фаек Касанов. Игра началась. Ну, надо сказать, что Фаек Касанов, которого Марина характеризовала как известнейшего азербайджанского форварда, это ветеран, как мы видим, не только шахматной футбол, ему 73 года, но тем не менее он очень так резво бегает по площадке и приносит, я думаю, своей команде, команде хозяев немалую пользу. Ну, а Магнус Карсен довольно такой плотный плесень постоянно, плотное давление на защиту соперников оказывает. И вы видели, как на разминке здорово Магнус обработал мяч, который летел по воздуху, остановил его грудь, нанес удар. Ну, тогда разминочный гол не забил, но тем не менее. Но все же игра была, как мне кажется, первая игра, полуфинальная игра между сборной командой ЧЕС, сборной командой шахматистов мира и шахматистами Азербайджана, почти равной. Может быть, чуточку лучше все-таки выглядели футболисты в белой форме. И вот Магнус Карсен открывает счет. Возможно, вратарь здесь немножко сплоховал, все-таки удар был не сильный, коварный, из-под защитника. Такие шайбы частенько пропускаются, но вот видите, как раз оплошавшего вратаря. Но, тем не менее, все-таки шансы некоторые. Да, вот этот эпизод довольно досадный. Я думаю, что в нормальном футбольном матче Магнусу была бы предъявлена желтая карточка, причем он довольно так грубо обошелся с главным арбитром турнира. Магнус Карсен издевинялся, дважды извинился за то, что вот такое неосторожность случилась. На несколько минут была игра прервана, но все закончилось благополучно, серьезных травм не было. И в финале команда шахматистов мира встретилась со сборной хозяев, уже второй сборной хозяев, командой Synergy Group, то есть главного спонсора этого турнира. Здесь также довольно успешно, вот видите, как Магнус Карсен забивает гол. Причем это, надо сказать, был ответный гол, который был забит едва ли не на последних минутах матча. Тогда Synergy Group ввела со счетом 1-0, но нет, игра продолжается, игра продолжается, и забегая вперед, сразу скажу нет. Короче говоря, основное время матча закончилось в ничью со счетом 1-1, и после этого, после этого были назначены пенальти. То есть победитель этого турнира должен был определиться в серии 11-метровых, с более такой короткой дистанцией, они прорывались с дистанцией 7 метров. Это Магнус Карсен бьет по воротам и забивает. Вообще удар, видимо, Магнуса также поставлен здорово. Шахматисты спортивные, в различные виды спорта соревнуются. Да, мяч залетает в ворота. Гол, гол, мяч залетает в ворота. Внимательно изучив все это с близкой дистанции, свидетели подтвердили, что, ну и судья, конечно, принял окончательное решение, что, а это решающий, решающий мяч, который забивает харьковский кроссмейстер Павел Ильянов. И, забегая вперед, сразу скажу, что поскольку, нет, это все-таки тоже гол, тоже гол. А это уже Александр Матылев. Александр Матылев забивает гол, россиянин, чемпион Европы действующий. Хозяева поля не могут забить ответный гол. И сейчас, сейчас мы видим решающий удар в исполнении, как я понимаю, Тиена Бакро. Удар, разбег, да, гол. И это приносит успех, приносит успех. Ведителем футбольного турнира стала сборная шахматистов мира. Директор мемориала Вугара Гашимова Фаруш Джабаров вручает переходящий золотой кубок Хенрику Карсену, Норвегия. Счастливые лица победителей, среди которых Магнус Карсен и Петер Ханни Нильсон, Норвегия. Этьен Бакро, Франция. Чемпион Европы Александр Матылев, Россия. И Павел Ильянов, Украина. Поздравляем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова